Ну вот новое время, новые технологии. Впрочем, они хороши, если несут, как известно, пользу. Взять хотя бы интернет. Всемирная паутина способна быть величайшей сокровищницей, а может превратиться в помойку. И все, у кого есть собственный аккаунт в соцсетях, поймут, что я имею сейчас в виду. Не говоря уже о ресурсах, содержащих порнографию, призывы к насилию или террору. Однако, если взрослый человек способен разобраться, определяя для себя, что хорошо, а что плохо, то вот как быть с ребенком, который попадает в столь неоднородный виртуальный мир. Защитой детей от нежелательной информации всерьез озаботились депутаты, что ввалилось в новый законопроект, который на неделе приняли в первом чтении. Как именно наших детей будут оберегать от сомнительного контента. И как здесь найти золотую середину, чтобы не переборщить с опекой, поговорим с депутатом и известным спортивным функционером Вадимом Девятовским. Вадим Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Но сначала давайте, как это будет работать? Вы правы, что надо оградить детей. А как мы можем оградить, если сегодня такая доступность, вседозвольность условно, и надо максимально сегодня подумать, как мы можем узаконить те или иные меры, которые позволят вот так вот, ну, по крайней мере, дать возможность оценить, стоит заходить туда вот за какую-то условно красивую картинку, которая повлечет последствия для ребенка, для его психики. Вот смотрите, как раз таки, вот давайте можем даже поразмышлять, потому что первое чтение еще могут быть, наверное, какие-то доработки, дополнения. Есть очень много скептиков, которые говорят, ну вот мы можем представить на телевидении, как 12+, 18+, работает, но как в интернете, это война с витринными мельницами, вообще во всемирной паутине контроль невозможен. Вот многие так говорят. Ну, так давайте будем говорить тогда, и будем только разговаривать. Тут хотя бы меры предлагаются для того, чтобы вы правильно говорите, это только первое чтение. Сейчас это все услышали. Мы всегда призываем, давайте обсуждать публично, давайте подключаться, и ко второму чтению будем дорабатывать, может быть, еще какие-то более глубокие механизмы, которые позволят хотя бы, я повторюсь, начать эту работу. Это очень важно. Я понимаю, что это первый шаг такой, самый первый шаг, но, тем не менее, есть уже какие-то конкретные, условно говоря, такие враги в интернете, имеют в виду сферы, конечно же, не конкретных людей, против которых вы в первую очередь этот законопроект хотите применить. Например, что это? Ну, это одна проблема. Я бы сакцентировал внимание на другой проблеме. Параллельно сегодня создана рабочая группа в Палате представителей. Я вам скажу такую страшную сторону интернета. Вот это, да, это хорошо, когда ребенок имеет возможность сегодня получить информацию, и в этом они приспевают намного больше, чем мы в свое время. Мы не имели доступа. Очень много полезной информации. Очень много полезного, и мобильно ты можешь взять эту информацию. Но есть соцсети, да, как вы правильно отметили, через которые люди-психологи, которые озабочены, я их называю, педофилами, или потенциальные педофилы, которые пробивают детскую психологию, и, знакомясь, входят в их мир и назначают какие-то встречи для каких-то утех. И это сегодня реалии. Это называется грумминг. Вы знаете, есть общественные объединения, пускай они нелегальные, они сформировались. Так почему государство сегодня не может урегулировать эти вопросы? И тех людей, которые, да, это такая должна быть доказательная, серьезная база, но если он уже назначил и пришел на встречу, то пускай это будет человек иметь проблемы с уголовным кодексом. Они, как сегодня, могут сказать, это было журналистское расследование. То есть вы инициируете, да? Я инициирую. И вот об этой проблеме я бы тоже очень говорил. А вот скажите, не кажется ли вам, что вот в этой цепи отсутствует, может быть, самое главное или одно из главных звеньев, которое скажет ребенку, это хорошо, а это не очень хорошо? Я имею в виду родителей. Это самая важная цепь. Вот родители, на самом деле, при всем том, что государство, ведь государство старается, да, действительно, сегодня обеспокоится, вот как большой родитель, да, но именно я понимаю, что и на работе родители могут быть, но на это есть школа, да, к примеру, или тренер. То есть не безразличие общества. И мы в целом часто, ну, говорим, вот почему ты был рядом и не помог, но родители, это первые те, кто должен огородить ребенка и объяснить ему. Один раз чем, может быть, шреваты какие последствия за той или иной информацией, чтобы ребенок сам мог побеспокоиться, когда он войдет в ту или иную какую-то запрещенную тему, но он уже будет подготовлен родителями, что это нельзя. Напомню о принятом в первом чтении законопроекте, цель которого защитить наших детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Мы говорили с депутатом и известным спортивным функционером Вадимом Девятовским. Спасибо.